Всем привет! Вы смотрите видео о главных изменениях оперативников в обновлении 0.22.1. Не будем тянуть сразу к делу. В калибре появится слабый рывок. Вы сможете бежать даже в ситуации, когда потратите всю выносливость. Слабым он называется не просто так. С нулевым показателем выносливости рывок будет происходить медленнее, чем обычно. Как только выносливость восстановится, скорость рывка станет снова стандартной. Узнать скорость слабого рывка каждого оперативника вы можете уже сейчас. Формула на вашем экране. Это первый шаг на пути к новому изменению системы выносливости. Вполне вероятно, что в дальнейшем ее будут ждать и другие правки. Все зависит от ваших отзывов. Пишите их в наших социальных сетях и в дискорд канале. В прошлом ребалансе мы переработали способность медика Явана, добавив ей механику зарядов. В этом обновлении такая же утеч ждет сразу двух оперативников и велюр один из них. В базовом состоянии у велюра будет два заряда способности, число которых вы можете увеличить с помощью нового улучшения на шестом уровне. Оно даст еще одну заплатку, но при этом лечение у каждой сумки будет меньше на 15 очков здоровья. Эффективнее лечить или чаще раздавать дополнительную броню выбор за вами. Второй счастливчик Медик Шац. У него в базе два заряда перевязочных пакетов. Количество можно увеличить, выбрав нижние улучшения на восьмом уровне, но в этом случае вы лишитесь верхнего улучшения, которое помимо старых свойств будет дополнительно давать иммунитет к огню. Также базовая скорость восстановления способности будет увеличена с 20 до 24 секунд. У снайпера Курта изменятся оба улучшения на последнем уровне. Начнем с верхнего. Теперь все противники, которые находятся рядом с целью, будут получать на 10% больше урона. Эффект длится 3 секунды. А если выберете нижние улучшения, то противники вокруг цели будут замедляться на 30%, также в течение 3 секунд. Не забудьте, что эти улучшения работают только во время действия способности. Медицинский дрон Мигеля получит сразу два улучшения. Во-первых, он станет перемещаться быстрее на 25%. Его скорость вырастет до 8,4 метра в секунду. А во-вторых, увеличится скорость поворота в два раза. Теперь железный помощник будет быстрее спешить к ранним союзникам, чтобы начать лечение. У штурмовика Волка всего одно изменение, но оно важное. На 15 уровне появится новое улучшение, иммунитет к оглушению во время действия способности. Почему это важно? Сейчас сказать не могу. Ждите новостей о новом подразделении калибра. И в конце пробежимся по навыкам. Боевая закалка будет снижать во время рывка не только урон от пуль, но и от взрывов. Крепкие нервы будут дополнительно сокращать время действия большего ряда эффектов. Замедление, капкана и скованности. Теперь этот навык можно считать аналогом хорошему отдыху, который хоть и не дает полного иммунитета к эффектам, но работает всегда. Прилив адреналина, помимо скорости, будет увеличить входящее лечение оперативника на 45%. И у крепкого орешка больше не будет ограничений на срабатывание. Напомню, что раньше навык мог сработать лишь раз за раунд. С навыком третьего уровня вам нужно иметь всего 40 здоровья, чтобы он начал работать. Раньше верхней границей было 30 здоровья. Фух, вроде все самое главное рассказал. Ну, на этом все. Увидимся в бою! Первая кровь! Черт! Сняли меня! Готов!